Модернизация всех видов общественного транспорта в областном центре при поддержке президента и правительства РФ идет полным ходом. На днях в Курск поступили 10 электробусов. Салон вмещает до 85 человек. Средняя скорость 80 км в час. А еще 90 км транспорт может проехать без подзарядки. Удобство и дизайн новых вагонов оценил глава региона Роман Сараоид. Сейчас будет идти процедура приемки. Опять же связано с настройкой оборудования. Потом получение госфек-знаков, страховки, стажировки водителя. И уже с 1 декабря на машину. Он как автобус большой вместимостью. Да, он идет автобус только на электрической тяге. Большого класса. Электробусы приехали из Нефтекамска. Новый транспорт оборудован по последнему слову техники. Системами аудиоинформирования пассажиров и мультимедиа, валидаторами и кондиционерами, а также разъемами USB для зарядки телефонов. Заряд он держит сам. Аккумуляторные батареи тяговые расположены на крыше. Они новые. Принцип заряда немножко и ноль, чем на тех АКБ, которые на обычной транспорте. Новые электробусы выйдут на линию 1 декабря. Также на территории депо строится шестикупольная зарядная станция. Еще две электрических заправки появятся на конечной остановке. Это у нас будет ходить онкоцентр Московской площади. Так, что через магистрали? Да. Там много жалоб. Просят добавить транспорт. Сейчас посолю потоп. Сегодня работаем на адрес посылки. Пока в графике. Также губернатор проверил ход реконструкции трамвайной сети. Работу разделили на 4 этапа. На первых двух, это участки от 2-й агрегатной до хлебозавода и от Октябрьской до кольца на ЖД вокзале, рабочие завершили укладку рельс и оборудуют электросети. Сейчас вот у нас там основные, видите, да, там бригады строителей. Мы совершаем разворотное кольцо. Просьба дорожного полотна на разворотном кольце. Это уже третий, да. В реконструкции трамвайной сети задействовано несколько бригад. В настоящее время по третьим и четвертым этапам идут демонтажные работы. Все четыре участка планируют закончить к концу этого года. Егор Горожанкин, Антон Латышев и Алексей Еременко. События дня.